Здравствуйте, в прямом эфире студия «Репортер» с Константином Гречаным. К сожалению, сегодня мы опять будем говорить о вопросах безопасности. Очередное резонансное убийство. Под Киевом был расстрелян автомобиль Адама Осмаева и Амины Акуевой. К сожалению, Амина была убита. Да, Адам получил травмы, получил ранения, но его жизни сейчас ничего не угрожает. Возможно, из наших телезрителей кто-то не помнит, что это за пара. Адам Осмаев подозревался в организации покушения на Владимира Путина, президента Российской Федерации. Был задержан украинскими правоохранителями. Впоследствии отпущен, пошел защищать украинскую независимость в АТО. Был командиром добровольческого батальона. Амина Акуева также участник АТО. И вот первое покушение в июне этого года. Адам Осмаев был ранен. Амина достала наградной пистолет и ранила нападавшего. Им оказался бандит, российский бандит Динго по кличке. Его связывают средства массовой информации с хозяином Чечни Рамзаном Кадыровым. Ну вот, через спустя несколько месяцев очередное нападение на эту пару. И Амина погибла. Амины больше с нами нет. Поэтому такой вопрос. Найдут ли убийц Амины Акуевой? Это далеко не первое резонансное убийство за последние годы в Украине. Но, к сожалению, раскрываются они крайне редко. Если вы считаете, что найдут, звоните по номеру 784-80-81. Если считаете, что не найдут, по номеру 784-80-82. Тема нашего эфира, конечно, будет сегодня немного шире. Мы поговорим и о безопасности вот таких знаковых людей для нашего государства, публичных людей. И, в принципе, и о безопасности простых граждан. К нам сегодня пришли политолог-президент исследовательского центра «ЛАД» Геннадий Чижов. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Федоров, доцент, кандидат юридических наук. В прошлом работник правоохранительных органов. Добрый вечер. И Владимир Пуклич, глава комитета противодействия коррупции в судебных, прокурорских, правоохранительных органах при облгосадминистрации. Также в прошлом сотрудник правоохранительных органов. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Викторович, давайте начнем с вас. Вот действительно убийство Вороненкова, убийство Шеремета. Ну, Шеремета это еще вот прошлый год. Вот у меня лежит сейчас список. Только по Киеву, окрестностям Киева, 14 резонансных убийств. Этот год. Практически нигде не найдены нападавшие. Я уже не говорю о заказчиках. Вот. Почему такая низкая раскрываемость? То есть, есть знаковые люди, которые сделали свой жизненный, свой политический выбор в пользу Украины. Я думаю, что это должно быть для нашего государства дело чести. Сохранить жизнь, позволить этим людям действительно жить здесь, если они уже попросили политического убежища, если они работают на благо Украины. Вот почему правоохранительные органы не могут им обеспечить право на жизнь? Я считаю, что это действительно сегодня очень важный вопрос, потому что Амина, она достойно гражданин, стала достойной гражданкой нашей Украины, потому что она своим личным примером, своей личной жизнью показала, что она служила в АТО, она отстаивала интересы нашей страны. И, естественно, это для нас большая трагедия, потому что Чеченка сама, она родилась на Украине, если не ошибаюсь. В Одессе, да, Одессе. В Одессе, да. Это действительно человек подражал, достойно подражения, извините. Почему это случилось? Потому что все эти реформы, которые сегодня делаются, особенно в силовых структурах, я считаю, что они были непродуманными, надуманными и преждевременными. Потому что для того, чтобы воспитать оперативного работника, надо минимум 10 лет. Если воспитать хорошего следователя, он должен пройти хорошую школу, он должен пройти, иметь опыт жизненный. А то, что сегодня принимают с улицы, и на битбордах, где висят, что вас ждут в полицию, приходите. Я не думаю, что от того, что будет приходить молодежь, от этого улучшится. Да, пополнять надо ряды, но надо, чтобы были специалисты. Потому что только старые специалисты могли бы научить молодежь. А так одновременно. Сразу, что все уничтожили, и потом начнем все заново. Так не бывает. Никто не, как говорят, народился горшки лепить. Но все равно должен быть учитель, должен быть наставник, человек должен пройти жизненный опыт. Сегодня, к сожалению, еще и основной причиной этой, что буксует эта система, есть то, что следственные органы, прокурорские органы, особенно органы прокуратуры, это органы, которые должны быть и соответствовать тому лозунгу, который в них на щите есть. Честь, гидность. А, к сожалению, этого нет. Я могу привести, но из-за того, что мало времени, я привел бы вам несколько примеров. Ну, один из примеров я скажу. Если работника прокуратуры Бадебазы задерживает с взяткой 5 тысяч долларов, и потом этот человек по суду восстанавливается, а задерживает очень хитро, его, извините, не задерживает, его уволили очень хитро. Значит, его уволили за то, что он совершил преступление, но ему не было предъявлено обвинения, естественно, суд его восстановил. А сейчас человек, который взял 5 тысяч долларов, с поличным был задержан, работает, продолжает работать в прокуратуре, и самое главное, говорят, якобы даже пошел на повышение. Вот вам корень зла. Потому что нету специалистов, нету ответственности. Органы прокуратуры, это страшно. Говорят, если прокуратура, это глаз государю, так ему служит другой глаз. Вот поэтому из этих неудобств, которые создаются в обществе из-за прокурорских работников, из-за того, что их, кажется, будто бы лишили определенных прав, лишили надзора, извините, но они стали главным козырем, когда дело расследуется и направляется в суд. Я считаю, что это один из главных. И первый вопрос, который должны были внести, это изменения в прокурорских системах. Да, я понял. Ну, ради справедливости я скажу, что вот эти вот бигборды касаются, где мы ждем в полицию, это касается, в первую очередь, патрульной полиции. Патрульная полиция, действительно, надо сказать, она работает более эффективнее, чем вот их предшественники, но это бытовой уровень угрозы. Все-таки, что касается резонансных убийств, здесь пока что... Сегодня розыск должен работать. Да, конечно, безусловно, розыск. Владимир Николаевич, ваше мнение, почему вот низкая раскрываемость именно резонансных убийств, почему, в принципе, не работает профилактика этих убийств, вполне же очевидно, что эти люди постоянно находятся вот в зоне особой небеспеки, в зоне особой опасности. Почему вот не удается сохранить жизни таким людям? Ну, я еще добавлю к тому, что было сказано, что у нас такой фактор, как война, и когда идет война, дестабилизация обстановки таким путем, это очень важный фактор для подрыва единства страны. Терроризм, террор, по-латыни переводят слово «страх». То есть, мало того, что убивают конкретных людей, неуверенность, чувство страха, претензии к власти, они всегда идут вместе. Предотвратить любое покушение, пусть не извинят, с помощью даже самой лучшей полиции в мире, теоретически даже невозможно. Есть масса устройств, и средства слежения, и следствия обнаружений, и особые изысканные, так сказать, средства убийства. Это сложно. Ну, плюс наши еще проблемы, о которых уже говорили, все это, конечно, порождает хаос в стране в целом, неуверенность человека в завтрашнем дне и в собственной безопасности. Ведь, по сути дела, все теракты совершаются в людных местах, обязательно кто-то страдает, который не имеет к ним отношения. Но проблемы в правоохранительных органах, они действительно созданы искусственно, путем необдуманных реформ. И когда это наладится, я не знаю, я даже не могу сказать, что через 10 лет у нас будет безопасно, все будет хорошо, потому что, извините, болезнь слишком запущена. У нас проблемы во всей правоохранительной системе, начиная от судебных органов и заканчивая самым простым участковым. Начали все менять, не продумали, что оставить, забыли о людях. Иногда эти проверки и иллюстрации, как они говорят, проводились очень грубо, очень некрасиво, без уважения к тем людям, которые прослужили 10-20 лет и их увольняли как мальчишек. Естественно, люди уже не вернутся. Поэтому у нас образовался вакуум, который, в принципе, способствует тому, что преступность растет и будет расти, и раскрываемость будет и дальше падать. Когда у следователя в производстве 300-400 уголовных дел одновременно, он ничего не может делать, даже перекладывать с места на место. У нас это есть. Следователь готовить надо годами и учить, и нарабатывать опыт. Поэтому, извините, я бы сказал, что у нас прогноз пессимистический, применительно к нашим делам в правоохранительной системе. Я вот с вами полностью солидарен в том, что действительно полиция не может пресекать такие моменты. Но тут вопрос даже не столько и к полиции, а в первую очередь к службе безопасности Украины. Вот если говорить о первом покушении на Адама Осмаева, то есть бандит из Российской Федерации, с которой мы фактически находимся в состоянии войны, получает украинское гражданство, представляется как журналист, приходит брать к знаковым для нашего государства людям, которые уже получили публичность, известность в нашей стране именно своей гражданской позиции, приходит, достает пистолет откуда-то и стреляет спокойно в Адама Осмаева. То есть, дело случая, дело действительно, что реакция покойной Амины только его спасла от убийства. Так бы, я уверен, что его так же не нашли бы. Дело в том, что проблемы существуют не только в тех органах, которые мы и называли, но в СБУ тоже, потому что к захвату Крыма они готовились, они разложили полностью СБУ, у них были, в принципе, люди на всех уровнях. Помните, когда поехал вы сопоставленный чиновник СБУ, полковник, знали их маршрут, расстреляли всю эту колонну. То есть, там есть проблемы, проблемы связаны с тем, что надо менять кадры, что остались люди, которые засланы нашим тем государством, с которым у нас военные действия идут, и найти их не так просто. Там ребята в ФСБ очень башковитые, то есть, там все продумывается до мелочей, просто найти человека, который заказчик, который исполнитель, невозможно. Самый простой пример заказного убийства. Человек стреляет, все, план перехват водится, перекрывается машина, проверяется, он бросает свой автомат, идет пешком, садится на обычный рейсовый автобус, спокойно выезжает. Как его найдешь? Всех не будешь проверять. Оперативная работа это очень сложная работа, и мы имеем дело с очень серьезным противником, который заинтересован в дестабилизации нашей обстановки. Чем слабее мы здесь, тем легче будет нас поставить на колени. Как вы догадываетесь, там такая цель имеется. Вот. Я бы хотел озвучить для наших телезрителей телефон нашего прямого эфира 34 92 58. 34 92 58. Если у вас есть вопросы к нашим гостям в студии, звоните, задавайте их. Геннадий, вопрос к вам. Скажите, вот такие вещи, насколько они международному имиджу Украины вредят? Ну, вредят, потому что, как правильно сказали коллеги, я хотел дополнить их, действительно, даже не была обсуждена концепция реформирования прокуратуры. Мы вот в вашей студии, когда у нас были здесь шоу различные по реформированию правоохранительных органов, обсуждали тему прокуратуры и все сошлись на том, что как раз, может быть, и правильно, что забрали следствие у прокуратуры и оставили такой общий надзор и контроль за процессуальной деятельностью и государственные обвинения основные функции. А сильные мощные следователи были по политическим мотивам отсеяны. А вот в концепцию реформирования это не совсем легло хорошо, потому что до этого все-таки проходили они стадию отбора и мировой опыт говорит о том, что нужно, конечно, иметь и резерв, и люди эти должны сдавать жесточайшие экзамены на юридическую логику. Я когда учился на юридическом факультете, так же, вовремя, даже на историческом, когда учился, у нас тоже логика была, и на юридическом была логика, так сдавались одного раза 7-8% из своего курса. Это говорит о том, что упали уровень требований при приеме в Академию ВД или в юридические вузы специализированные, или в школу милиции сейчас называется, или теперь в университет. Потом резерв, в резервы вообще не знаю, как они попадают. Отбора в резерв нет, раньше система существовала. Брали лучше, брали людей с аналитическими способностями, с высоким интеллектом, с хорошей семейственностью, условно говоря, смотрели в пятое колено родственников, отца, мать, как ввел себя человек в школе, как ввел себя в вузе, чтобы попасть на такую должность, как следователь, хотя в мире, конечно, там нет такого различия, как правило, опер и следователь там детектив, и мы же к этому тоже подойдем. Но тем более ложится ответственность к подготовке этих кадров в 10 раз еще больше. И, наверное, все-таки хромает методика подготовки и приема вузов на такие высокие вещи, потому что зарплата людей интеллектуального уровня, следователя детектива, она должна быть, конечно, соответствовать, ну, хотя бы как уровня судьи, вот 100 тысяч гривен и так далее. Это должен человек... Ну, это восприменительно к любой сфере, где бы мы ни взяли. Ну, я скажу так, что вот это крайне... Ну, если мы берем по аналогии, то человек найдет себя в бизнесе, найдет себя в какой-то другой работе административной, но за те деньги, которые он получает, тем более социального пакета такого нет, служебное жилье сейчас, сколько я знаю, не предоставляется, какие-то добавки к пенсиям тоже не видно, а человек рискует. И даже вот в этих случаях, которые коллеги сказали, почему мы увидели, что не совсем профессионалы работали при этом покушении, если коснусь международного момента с этим, ведь профессионалы наверняка убрали бы свидетеля, какими является Адам Осмаев, так же? Если бы было профессионально окончательно. То есть и первый раз они смогли это сделать тоже полупрофессионально, и сейчас полупрофессионально исполнение преступления. Но с системой, я с вами согласен, что там международный резонанс, когда люди, которые, особенно, это касается Осмаева, Вороненкова, действительно, Шеремета, которые пришли служить в нашей стране, надо было выполнять все стандарты к обеспечению безопасности, и мир это увидел невооруженным глазом. Почему? Потому что, например, когда было первое покушение летом этого года, ясно было, что нужно было представить негласный надзор за ними. И даже военная контрразведка это мало сделать, военная разведка, СБУ. Есть секретные офицеры у нас, которые никто не знает, которые ходят среди нас, но они являются офицерами особенно после покушения. Они, конечно же, должны были присматривать, и вот сейчас должны были сопровождать. А этого сделано бы не было. Это все говорит о том, что мир поражается нашему непрофессионализму, и это бьет сильно очень по имиджу Украины. Я уверен на этом. То есть, в принципе, Украина таким образом дискредитирует себя, да, конечно, как государство. Скажите, Владимир Викторович, у меня вопрос к вам. Вот недавний взрыв возле телеканала Эспрессо ТВ в Киеве. Я думаю, вы знаете, все успели окрестить это покушением на депутата Масичука. После этого уже выяснилось, что целью был как раз бывший сотрудник правоохранительных органов, ваш коллега, который работал там охранником. Да, погиб случайный прохожий. Вот если наше государство не может защитить знаковых для него людей, насколько в безопасности себя могут ощущать простые граждане, которые могут стать жертвами просто, скажем так, покушения на другого человека. Вы понимаете, о безопасности простых людей даже речи не может идти, потому что мы никому не нужны. Если вы видите, какие лидеры, и депутаты Верховного Совета, и другие, я считаю, что в этом есть вина нашего президента и нашей власти. Почему? Потому что, когда идет война, то, наверное, не надо торговаться там где-то, что-то кому-то налоги платить, а надо, наверное, развивать себя промышленность. Наверное, если перекрыли в Донбассе ветку железнодорожную депутат Верховного Совета, две-три недели правительство бездействует, органы, силовики бездействуют. Это свидетельствует о том, что порождается вседозволенность в стране. Потому что кто что хочет, да, действительно, много оружия появилось. Это действительно очень серьезный аргумент, и он должен налаживать, накладывать больше ответственности на силовиков всех уровней, потому что они должны работать на упреждение, а не фиксировать. И я больше уверен, что вопрос сегодня, который телезрители будут давать, будет подтвердить мои слова. Никто не раскроет, потому что это никого не интересует. Как факт, они по телевизору прокричат неделю-две, торжественно возложат цветы, и все, на этом забудется. Сегодня, вместо того, что правительство действительно, как Геннадий говорит, разработало концепцию, посоветовалось, 20 раз посоветовались с оперативными работниками, со специалистами, потом только с учеными, потом приняли решение, по какой линии нам надо идти, прокуратуру тут же. сейчас кричат, срочно дайте сегодня все, уже отрапортовали, мы уже приняли антикоррупционный суд, дайте нам, антикоррупционный, извините, суд, дайте нам это. Это все не так делается, это не делается поспешно. Зато сегодня они думают, как кошек, собачек пересчитать, а в 20-м году перепись остатков населения нашего будет делать. Я считаю, что вина за все, что происходит в стране, ложится перво на президента, на министров, на министров, силовиков и на Верховную Раду, потому что надо принимать жесткие законы. Ребята, как говорил нас Тарас Шевченко, чужого навчайтесь, свого не сворайтесь. Так, переймите вы, если коррупционер украл миллионы, миллионы, миллиарды, то переймите вы опыт в Китае. Вот убили руку, самого большого миллиардера в Китае казнили, он никогда не думал, никто даже не мог подумать, что его казнят. Вот это действительно будет закон. Пусть он будет жесткий. сегодня у нас почти военное положение. Введите какие-то правила такие, чтобы было неповадно. Задержали с оружием, значит сразу дали 10 лет и все. Если нет оснований, нет права на его ношение. Владимир Викторович, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Да, говорите. В студии, добрый вечер, одесситы. Я борюсь с коррупцией уже 14 лет. У меня отобрали все, что можно отобрать. Я хочу обратиться к Владимиру Пухрину, как к нему можно обратиться. Но в отношении президента, дважды он здесь был, дважды я к нему подходила, лично сама в руки давала ему свое заявление. Все это бесполезно. Струханова у нас творит чудеса такие, что мало не покажется. Он делает то, что угодно. Что ему в голову взрвет, то он и делает. А правоохранительные органы, можно сказать, вообще не работают. Оставьте, пожалуйста, свой номер контактный. И после эфира мы обязательно его передадим Владимиру Пукличу. Я думаю, что Владимир Викторович с вами свяжется. Правильно? Да, с удовольствием. Спасибо вам. По поводу Труханова. Мы направили в НАБУ Украины материалы по хищению 12 миллионов гривен. Ну давайте сейчас, все-таки у нас не городская тема, чтобы мы обо всем сразу не говорили. Владимир Николаевич, вот смотрите, есть версия, да, что это как бы преступная халатность определенных структур, но вот при этом, когда сегодня задерживают сына Авакова, к НАБУ по сообщениям депутата Лещенко сгоняют тут же два автобуса нацгвардейцев. Моментальная реакция. И это на фоне всех резонансных вот тех происшествий, которые сейчас происходят в Украине. То есть, вот чтобы правоохранительные органы так реагировали на резонансные убийства, может, был бы и результат. Вам не кажется, что в некоторых случаях, во многих случаях, власти выгодны мертвые герои, чтобы их потом поднять на флаги, потому что вот они, у нас есть четко перед глазами пример Надежды Савченко, да, когда она была в России в заключении, ее все хвалили, да, рассказывали, какая Надежда герой. Как только она стала украинским политиком и в какой-то степени конкурентом, представителем и власти, и оппозиции, она сразу как раз вот, ну, мнение о ней резко поменялось политических элит. Вот как вы считаете, может, это все-таки целенаправленные действия? Ну, возможно, не без этого, потому что политика, она везде проявляет себя и везде пытается свою некомпетентность показать с помощью или отрицать с помощью каких-либо активных действий. Все, я говорю, достаточно сложно, это все заметно, действительно жалобы есть население, никто особенно не занимается и гарантировать безопасность появляется вот та единственная фраза спасение утопающих, дело рук самих утопающих, но не от всяких преступлений можно уберечься. Что касается покушения, теоретически ни одно покушение нельзя предотвратить, теоретически даже, практически тем более, существует масса средств, есть в странах или странах, которым выгодно вот эти ситуации, наши нестабильности, наши заварушки, политические разборки и прочее, для того, чтобы подорвать единство и украинского народа, и украинского государства, пока война не закончится, легче не станет. Я сразу говорю, потому что, увы, это кое-кому выгодно, такая ситуация, которая у нас сейчас сложилась и в борьбе с преступностью, и с терроризмом, и с заказными убийствами, и прочее, прочее. В общем, заказное убийство, теоретически, очень сложно раскрыть, потому что, исполнительно могут и уничтожить моментально, заказ идет через третьего, четвертого человека, кому это выгода, слишком много выгоды, выгоды есть, или люди, которые желают смерти человека, это сложно, это долго, но на другом пути нет, набраться терпения, менять правоохранительные органы, укреплять их, ну и по возможности, оказывать им помощь, потому что у нас безразличие, происходит таким образом, что человека бьют, я уже не говорю о более серьезных вещах, никто никому не звонит, никто никому ничего не сообщает, никто ничего не видит, то есть, так называемая активная жизненная позиция, она, конечно, поможет что-то достигнуть, а когда игра простых граждан ведет себя совершенно безразличенно к тому, что происходит даже на улице, это, увы, плохо. Я понимаю, что вот это достаточно, действительно, подобного рода убийства достаточно сложно, как предотвратить, так, собственно, и раскрыть, но, тем не менее, когда нету результатов фактически ни по одному эпизоду, то это наводит все-таки на определенные мысли, как это цинично не прозвучит, для власти это возможность, я не говорю, что это так и происходит, но на определенные мысли наталкивает, возможность легитимизировать выделение дополнительных средств на правоохранительные органы, которые потом, соответственно, уходят, мы все знаем куда. Геннадий. Ну, кстати, очень точно вы заметили, ежегодно бюджет, МВД, в первую очередь, и СБУ растет на десятки процентов, то есть, больше, чем они получают, по сравнению с прошлым годом, ни у одного министерства нет такого роста. Я еще хотел бы добавить, конечно же, что отсутствует координация правоохранительных органов, таможня, СБУ, там, налоговая, МВД. Раньше это делала прокуратура, она координировала убийство. И это был правильный подход, и, в тем более, такие тяжелые, особые сложности, особые важности дела, брала под свой контроль и единый координационный орган. Сейчас такие следственные, оперативные структуры есть в каждом практически, особенно по декоррупции, в структурном силовом подразделении. И получается, что есть хаос. Каждый из себя сам делает, что хочет, перекрывает дела, доступа информации нет, нет координации. Нет агентурной сети единой, которая была раньше. Она сейчас развалилась, она сейчас, я сколько знаю, не доплачиваются деньги этим агентам, потому что это выплывало. Доплатно. На многих мероприятиях мы были. И профилактика, я тут тоже согласен, что она не всегда помогает, но она необходима. Профилактика и камеры поставить, это самое минимальное, что мы должны были бы сделать, как вы говорите, тем более война, война. Я всегда категорически против, у нас никакой войны нет вообще, абсолютно даже это слово не запоминать. У нас есть, можно сказать, особый период. Что-то в этом роде может быть, да. Ну, это спорный вопрос, скажем так, у нас нет войны юридически. Да, юридически нет войны, безусловно, есть антитеррористическая операция, которая длится небольшой период времени. Но по факту, конечно, это можно клипатировать. По факту мы имеем особый период, в который нужно, конечно же, заниматься не столько профилактикой, а сколько перевинтивным действием, сделать все-таки территорию безопасной. В больших городах нужно дополнительно скрытное, усиленное патрулирование, я здесь понимаю. И еще я хотел бы сказать, что вот, например, глава полиции национальной, генерал Князев, он заявил, что раскрытие умышленных убийств, я взял данные, 88%, то есть у нас потрясающая раскрываемость умышленных убийств. А мы видим по факту обратный результат. И за вот эти 3,5 года, после событий на Майдане, мы увидели, что не раскрыто ни одного, подчеркиваю, ни одного резонансного убийства. Посмотрите, это уже мировая общественность, на это не можно не обращать внимания. Это преподается, как Украина территория, а не государство. И сколько было заявлений, что это дело чести для правоохранительных органов. То есть, соответственно, это же вопрос потом имиджевого, вопрос уважения. Мы не зря проводим эти передачи, не зря тратим свое время, не зря обращаемся к телезрителям. Мы хотим заручиться поддержке в общественном мнении, что нужно обязательно это дело не останавливать на салазках, а нужно обязательно общественное слушание инициировать в Верховной Раде. Это изыначнейшие вещи. Если так, мы будем говорить, что надо потерпеть, да мы не знаем, сколько будет еще продолжаться вот этот особый период. Но никто не может предсказать. И тем более, что обстановка и криминальная, достаточно серьезная, и в нашей области мы это понимаем. Последние события об этом говорят. Я поэтому еще раз подчеркиваю, обязательно мы формируем мнение, что нужно проводить самые серьезнейшие общественные слушания с последующими кадрами, выводами, с расследованием и, наконец, выходить на общегосударственный в итоге круглый стол научной конференции и дать стратегическую концепцию реформирования всей системы правоохранительных органов, которых у нас до 26 в министерствах в итоге по факту получается. Огромнейшее количество преступности сформировано в различных сферах деятельности. И оно потом как назревает, как вот эти нарывы и выливается в то, что люди становятся, уже опускают руки безразличные, не помогают, не сообщают в органы участковому, не верят. Не верят, апатия. Неуважение к правоохранительным органам в первую очередь порождает неуважение к закону и, соответственно, как вы правильно сказали, вергает страну в хаос. Давайте подводить итоги. Я напомню, что мы спрашивали у наших телезрителей, найдут ли убийц Акуевой, Амины Акуевой, которую расстреляли вчера вечером в автомобиле. 95% считают, что нет, лишь 5% доверяют нашей правоохранительной системе. Владимир Викторович, по 30 секунд давайте с вас начнем, подведем итоги, собственно, мнения наших телезрителей. Мнение телезрителей полностью согласен. Я вначале говорил, что так будет, потому что ДТП, которое совершено в Харькове, где погибло 6 человек и травмировано много в больнице, свидетельствует о том, что если вы следите по этому ДТП, все сводится к тому, что уже потихоньку девочка начинает уходить в сторону. Поэтому я не верю, надо начинать президенту всем остальным с себя. Вот те хотели все засветить, все остальное, весь бизнес, и тогда будет нормально. Работать предприятия должны нас на Украине для наших украинцев, а не кормить россиян и платить им налоги, чтобы они побольше выпускали патронов. Владимир Николаевич, 95 на 5 Ваш комментарий. Да, ну, это отражает реальную действительность, к сожалению, это так. и надо менять всю систему, это долго, надо долго время на это потратить, потому что быстро система, которую так разбросали и выгнали многих хороших людей, я знаю, заслуженных, в результате неправильных действий администрации, это очень сложно. Теперь нужно время для того, чтобы все это как-то свести, довести до разума, как говорится. Это долго, это сложно, но без этого мы никуда не денемся, потому что будет еще хуже, если мы не начнем действовать реально. К сожалению, другой выхода у нас нет. Если не мы, то кто, как говорится? Я думаю, что здесь вопрос Совета национальной безопасности и обороны, если мы говорим о кадровой политике в министерствах, в высших органах, центральных исполнительных органах власти, то, конечно же, ошибок здесь не должно быть такого ровного кризиса, как мы сейчас имеем. А уже потом, когда поставили министра МВД, если он тоже небольшой период времени не тянет работу по-простому, его, конечно, меняют. Так во всем мире. Сформировать системный комплексный подход это задача управленца высшей категории. Если какая-то политическая сила ставит непрофессионала, а Аваков непрофессионал в этом деле, абсолютно причем непрофессионал, но он управленец, как бы читается, как вы предносили мощно, и он ставленник политической силы, то тогда отвечайте за это. Эта политическая сила должна покаяться, ответить. Я на полном серьезе говорю, она должна на этих общественных слушах получить свою дозу критики от общества и добровольно уйти в отставку в такой ситуации. Так у этой общественной силы уже и рейтинга нет. Ну, уже тем более мы туда. ничего и терять. Тем более подтверждается ваше слово. Я вас благодарю за участие в нашей программе, большое спасибо, что пришли. И напоследок мне бы хотелось, конечно же, высказать соболезнования всем, кто знал Амину, я думаю, что 10 таких людей немало, и пожелать, конечно же, скорейшего выздоровления Адаму Осмаеву. Я напомню, что это была студия «Репортер». К нам сегодня пришли Геннадий Чижов, президент исследовательского центра «ЛАД», Владимир Федоров, доцент, кандидат юридических наук, Владимир Пуклич, глава комитета противодействия коррупции в судебных, прокурорских, правоохранительных органах при облгосадминистрации. Мы работали в прямом эфире, студию провел Константин Гречаный. Оставайтесь на «Репортере».